С 20 ноября по 20 декабря проходит акция, направленная на оперативное реагирование на возгорание при помощи установки автономных пожарных извещателей. С увеличением гибели людей на пожарах сейчас у нас идет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение. В прошлом году была одна гибель, в этом 6 человек. В связи с этим мы проводим сейчас эту акцию, устанавливаем дымовые пожарные извещатели, которые реагируют в случае пожара на задымление и сообщат об этом громким звуковым сигналом. Приборы устанавливаются на безвозмездной основе многодетным и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии со списками, полученными из органов местного самоуправления, опеки и попечительства. Скажите, пожалуйста, как она работает? Мы здесь готовим, жарим. На пар этот датчик не реагирует, он реагирует именно на задымление. А вот если готовим, жарим, оно-то такое не будет? Нет, оно не будет реагировать, будет именно на задымление и с громким звуком и сигналом много услышать. А вот если у меня муж в этой комнате курит, окошко просто приоткрывать на корточку? Ну, желательно, да, на курение он может реагировать, конечно. Спасибо большое. А готовку нет. Жители благодарны за оказанную помощь, поскольку датчики – это гарантия своевременного предупреждения об опасности. Спасибо, что внимательно относятся к детям нашим, чтобы не было пожаров. Очень хорошо, что заботятся о детях, о детях ставят счетчики противопожарные, безопасные, что дети будут спать спокойно, и мы спокойно. За весь период проведения акции отделом надзорной деятельности было установлено 13 домовых пожарных извещателей. Уважаемые жители города Азово, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Азово рекомендует установить в своих жилищах данный домовой пожарный извещатель. Его громкий звуковой сигнал может предупредить не только вас, но и проживающих рядом с вами соседей, которые также могут спасти свою жизнь. Так как, согласно статистике, самой распространенной причиной пожаров является короткое замыкание электропроводки. Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо